Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Приеди пост, Матерь Целомудрия, Обличитель грехов, проповедник покаяния, Жительство ангелов и спасение человеков. Вновь, дорогие отцы, братья и сестры, Господь подарил всем нам возможность вступить в особое время обновления наших сердец и всей жизни и взойти по лестнице Великого Поста к свету Вечной Пасхи, Христову Воскресенья. Сегодня нам надлежит войти в необыкновенный мир, где мы сможем пережить и получить ни с чем несравнивый опыт свободы, освободиться от оков неправды, скинуть бремя зависимости от страстей, разорвать цепи неразумия и греха, ощутив начатки подлинной свободы человека, учиться жить дальше так, чтобы не зависеть в этой жизни ни от чего и сохранять в своем сердце мир Христов, подчиняя свою несовершенную волю всеблагой, всесовершенной и спасительной воли Бога о нас. Пост – это вовсе не время страданий и ограничений, как пытаются его нередко представить те, кто не познал его богатства. Посильное следование посту Христа и послушание Господа, призвавшего своих учеников к молитве и посту, приносят в наш внутренний мир бесконечную радость, легкость и торжество Духа над смиряемой плотью. Для нас, христиан, пост всегда связан с особыми событиями в нашей жизни, либо в жизни окружающих нас людей. В период Святой Четыридесятницы многие люди пытаются отойти от безумной гонки со временем, часто в корне меняют свою жизнь. В которой происходит непостижимое открытие присутствия Бога и познание Его Божественной Любви. Нам, священнослужителям, нередко доводится быть свидетелями этого чуда, чудо перерождения, внезапного изменения человека. К этому невозможно привыкнуть. Всякий раз оно, как новое творение, как неизреченная тайна. И все же ты видишь ее. Каждый раз, пораженный и изумленный тем, как новые савлы становятся Павлами, а явные грешники вдруг сбрасывают с себя неподъемный груз накопленных за жизнь пороков, начинаешь сам видеть в их покаянии пример подлинного сыновства и доверия Отцу Небесному, а себя исправлять, чтобы быть примером и для других, примером того, как Бог может действовать в жизни человека. сегодня, дорогие отцы, братья и сестры, мы полагаем начало Великопостному поприщу. Вступить на путь познания своего подлинного состояния, исследования глубин своей веры и поиска честного ответа на вопрос, о чем я на самом деле живу, Церковь велит нам, начав с прощения. Прощение говорит нам о том, что грешник это человек, а не воплощение греха. И человек вовсе не сводится к сумме совершенных им поступков, пусть даже самых злых и самых страшных. Прощение это признак человечности и движущая сила становления человека. В сегодняшний вечер прощению вовсе не должно предшествовать раскаяния. Мы должны сами, конечно, покаяться в своей неправоте и попросить прощения, но именно своим личным прощением заведомо предварить звучащая из уз ближнего. Прости. Притча о блудном сыне, которую мы слышали в одну из недель, подготовительной недель к Великому посту, показала нам, что к покаянию, ушедши на страну далече, пришел лишь момент осознания, сколь велика любовь его отца. не прекращавшего его любить вопреки сыновнему отчуждению. То, что сын воспринял как прощение, в действительности было ничто иное, как любовь, не способная на измену. К этой заведомой, прощающей любви, церковь призывает нас в сегодняшний вечер. Прощение не может быть законом. Прощение является безграничной возможностью предоставленной вере и свободной воле каждого человека. Мы не вправе навязать прощение как закон другим. прощение возможно лишь там, где есть подлинная свобода и Христову любовь. не может быть законом. Прощение не может быть законом. Прощение не может быть законом.